17 миллионов просмотров набрало видео 11 детского сада в соцсетях. Мы не могли пропустить этот диджитал-успех и приехали в садик лично все разузнать. Вас уже можно поздравить, да, и сказать, что 11 детский сад нашего города стал популярным теперь не только в Беларуси, да? Рассказывайте, как так получилось, где взяли идею. Я знаю, что это видео для конкурса, да? Победили ли в конкурсе или... Ну вообще, в общем, шок. Это шок. 17 миллионов в инстаграме, мечтает каждый блогер о таких цифрах. Рассказывайте секрет. Ну, во-первых, мы готовились просто к районному празднику Масленица. И одно из заданий было сделать длинную косу. Мы очень творческий, инициативный детский сад и любим принимать участие во всех конкурсах. Поэтому этот конкурс не оказался исключением. Но единственное, что оказалось исключением, это количество наших просмотров. В условиях конкурса было участие в две косы. Одна коса из подручных средств, а вторая коса из натуральных волос. Из подручных мы решили делать из шарфиков. И каждый родитель принес по шарфику, и каждый педагог принес. И мы уже плели ее целую неделю. Ну и вторая наша коса, это из натуральных волос. Мы перебрали всех наших родителей, всех наших мамочек, всех наших девочек. И вот придумали, как сделать косу. Она непосредственно идейный вдохновитель, которая придумала эту идею, пришла ко мне и говорит, Кристина Леонидовна, нужно взять детей наших, наших воспитанников. Все, нужно взять, значит, мы взяли и сделали. Как пришла идея? Во-первых, нужно было сделать самую длинную косу. Пройдя по группам нашего детского сада, длинных волос, таких, чтобы уже прям победить, я не нашла. Поэтому пришла идея взять несколько человек. Мы взяли пять девочек, и в итоге коса у нас вышла больше полутора метра. Вы как-то их подбирали по росту, по цвету волос. Как вообще все происходило? Вообще, ожидали? Какая ваша реакция потом, конечно же? Нет, мы просто выбрали по одной девочке с группой, у которой самые длинные волосы, и вот так получилось. Они даже так удачно у нас сели, что получилась одна рыженькая и самая маленькая в конце. И это просто совершенно случайность. Сколько вы увидели, вообще сразу просмотров было. И как оно, я знаю, что оно до сих пор продолжает расти. Как вы думаете, сколько в итоге будет? Я думаю, миллионов сорок. Да? Добьем? Ну, ажиотаж уже, конечно, не такой. Но да, видео продолжает набирать популярность. Люди его активно лайкают, сохраняют и делятся. И подписываются. Сколько у вас в итоге плюса подписчиков? Ну, 4500 – это точно. На момент, когда я выкладывала видео, у нас было 497 подписчиков. А сейчас 5200. Да-да-да. На момент съемки этого интервью. И учесть, да, что мы каждый контент-план планируем. Видео собираем на неделю, придумываем, что мы будем делать. А это видео спонтанное. Придуманное за одну минуту. И вот, пожалуйста, результат. Ловите рецепт популярности. Берем парочку талантливых взрослых. Добавляем к ним 5-6 малышей. Все это оригинально миксуем. Публикуем видео в субботу в 11.00 с хэштегами. Обещать неистовую популярность мы, конечно, вам не будем. Но мотивация чаще публиковать видео определенно появилась. Этот пример показывает нам, что возможно все. Главное верить и действовать. Главное верить и действовать. Мы не удержались и решили повторить эту идею. Опубликуем видео с теми же хэштегами в субботу в то же время. И посмотрим, что из этого выйдет. А раз вы еще тут, то обязательно подписывайтесь на нас в соцсетях. И ставьте лайк этому видео. Если оно вас вдохновило. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok